Рекомендую заглянуть на канал Мозговой Штурм, где играют в популярные компьютерные игры. Впрочем, ребята не просто играют, но и обсуждают в процессе последние новости, обсасывают просто интересные социально-политические темки. Живо с юмором. Ссылка на них будет в описании, подпишитесь, не пожалеете. Стримы случаются ежедневно, дважды в неделю на канале публикуются нарезки наиболее ярких моментов. Я, кстати, и сам собираюсь как-нибудь с ними поиграть, о чем сообщу заранее. Началось в колхозе утро. На открытую Россию жестко наехал Роскомнадзор и заблокировал их сайт в Рунете. Это случилось в понедельник. Правда, ребята тут же подсуетились, запустили зеркало. Но проблема от этого не решилась. Чинуши продолжили махать шашкой. Сейчас все расскажу. На блокировке сайта оппозиционного СМИ настояли прокурорские из Генеральной, якобы потому, что это издание частенько позволяет себе публиковать материалы с призывами к массовым беспорядкам. О как! Но ресурс, как я сказал выше, выкрутился. Публикации продолжились на зеркале, и в четверг страсти накалились еще больше. Письма счастья прилетели к руководству популярных в России соцсетей, Ютуба и Твиттера. В них все тот же Роскомнадзор в ультимативной форме заявил, либо сами блокируйте аккаунты Открытой России у себя на площадках, либо мы заблокируем вас на размышления сутки. Слушайте, это просто праздник какой-то. Единственные соцсети, которые до сих пор никак не контролируются нашими слугами народа, и по этой причине они все еще не превратились в предаток наеобъективнейшего Кисель-ТВ. И вот теперь у нас это могут отобрать. А самое смешное, что дело-то в данном случае не в открытой России совершенно, и все это прекрасно понимают. Ну что, доярку из Кацапетовки будем смотреть теперь всей страной и слушать исключительно дядю Диму с дядей Вовой. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть? Считают, что они могут портить людям праздник? Слушайте, я устал говорить, но насколько же безголовые у нас чиновники? Они что не понимают, что вот эти вот их дубовые меры из серии запретить, не разрешать нельзя, только злят народ. Ну давайте еще популярный интернет-площадки у людей отберем. Как думаете, что будет дальше? А будет социальный взрыв, мне так кажется. Сегодня, кстати, те же соцсети хоть как-то удерживают протестников. Они сидят себе на диванах, тихонечко что-то там возмущаются у себя на кухнях. А заберите любимую игрушку, куда народ недовольство свое выплескивать станет. Или в Роскомнадзоре правда верят, что все эти люди тут же начнут вести, смотреть, слушать. Бред про наши победы в Сирии. Ужасный госдеп, который развалил Америку, а теперь принялся за нашу процветающую страну. Это реальная журналистика. Пока в эфире. Поехали. Ну и давайте в люди сходим, что ли. Пока такая возможность есть. Приглашаю вас в Вологодскую область, где, как и по всей стране, народ делится на две категории. Тех, кто считают себя великими, и тех, кому такие великие относятся, как к биомусору. А история вот какая. Жил да был на Вологодщине простой мужик Николай Смышляев. Офицер, участник боевых действий в Афганистане и в Чечне, и от навалились на этого человека беды. С коммунальными службами войну развязал из-за высоких тарифов. Достучаться, как у нас водится, мужчине ни до кого не удалось. Поэтому он решил выйти к зданию областной администрации с плакатом и привлечь к себе внимание таким вот образом. Но дело не в пикете, рассказать хочу о другом. Итак, к зданию правительства мужчина приехал на своей машине, дешевеньком Део Матизе. Припарковал Матиз на стоянке, а когда вернулся, слегка торопел. На автомобиле нацарапали ключом слово из трех в букве, и это не слово МИР. Еще раз, машина была припаркована у областной администрации, не на колхозном рынке. Уважаемые друзья, посмотрите такая ситуация. Вот пока Николай проводил акцию протеста, ему позвонили из Белого дома и якобы попросили убрать машину. И посмотрите, что эти хамы сделали, да, пока человек. Они написали совершенно непотребное слово, и вообще он еще дальше вообще и сцарапали машину. Найти, кто напакостил, оказалось несложно. Впрочем, только у журналистов местных это получилось. А вот полиционеры так и не смогли разыскать злодея. Ну, давайте мы им подскажем. Вот съемки с камеры наблюдения, установленные на здании той администрации. На них видно, как к машине с Мышляева подходят какие-то люди, что-то там делают. Один из них, кстати, вышел непосредственно из администрации, куда затем и вернулся. Нашлись и свидетели, которые успели кое-что снять на мобильный телефон. Офига себе взял, сцарапал машину человеку. Идти к машину, нет? Ну, зачем так поступать-то? Удивительно, но на этой съемке прекрасно читаются и номера автомобиля злоумышленника. И его самого неплохо видно. А теперь к главному. Знаете, кто этот неизвестный вредитель, личность которого вологодские полицейские ну никак не могут установить? Я тоже не знаю. Но автомобиль, в который этот человек затем садится, судя по номерам, принадлежит чиновнику обл. администрации Александру Торопову. Он комитет по госзакупкам в регионе возглавляет. Ребят, полиционеры, ну мы уже почти всю работу за вас сделали. Дальше-то дожмете. Очень надеюсь в обозримом будущем рассказать о судебном разбирательстве по данному поводу. И снова про стариков-ветеранов. На этот раз ветеранов труда из Перми, которых по решению суда выгоняют на улицу. На то, что квартира, откуда людей выпроваживают единственное их жилье, всем наплевать. Но интересно в этой истории другое, каким образом тот суд состоялся. Сами новоиспеченные бомжи о нем узнали только от приставов. То есть, ну, когда уже поздно было пить боржоми, почки отказали, потому что... Внимание на экран. От страшного известия 78-летнему ветерану стало по-настоящему плохо. Приехала скорая. Состояние его здоровья требует госпитализации прямо сейчас. А он отказывается. Дело в том, что сын пенсионеров оформил кредит в одной из финансовых организаций. Несколько сотен тысяч рублей под залог трехкомнатной квартиры. Родителей об этом не предупредил. Взял ссуду под залог квартиры и не оплатил. И Центр развития бизнеса уже продали квартиру новым собственникам. Назначено принудительное выселение. Мы должны выселить и исполнить решение суда. При этом ни на одном судебном слушании ответчики не были. Хотя, по словам приставов, их вызывали туда повестками несколько раз. Хозяйка квартиры Фаина Хохлова считает, кредиторы намеренно скрывали от них истинное положение дел. Повестки официальные, где мы расписались, не было. Вот если бы это произошло в какой-то другой стране, я бы, наверное, удивился. Но это же российский суд, принимающий решение о выселении. Поэтому поводов удивляться никаких, действительно. Зачем приглашать подсудимых на заседание? Даже не приглашать, а хотя бы в известность поставить о том, что над ними сгущаются тучи? Правильно, нежелательно. Это еще, не дай бог, судить придется по справедливости. Геморрой, геморрой. А тут за пять минут нужное решение судья сляпал, галочку поставили, что иск удовлетворен, и вся они долга. Ну а если что, всегда же можно кивнуть в сторону Почты России, которая занимается чем угодно, кроме своевременной доставки корреспонденции адресату, поэтому всегда есть беспроигрышный вариант. Мы повестку отправляли, получили ее подсудимые. Нет, вообще не наше дело. Туда все вопросы почтальонам, в смысле там все ответы. Нужно будет укреплять и дальше судебную правовую систему. Ну и напоследок. Transparency International опубликовала результаты анализа госзакупок в 11 российских городах, которые через 6 месяцев примут чемпионат мира по футболу. Только по дорогам они анализ проводили и уже нашли недостачу в 2,5 миллиарда бюджетных рублей. Потерялись, короче, куда-то эти деньги. Повторюсь, ребята только дорожное строительство и ремонт анализировали. Ой, а там ведь еще что только не делается. Наверняка умыкнули-то потеряли, в смысле, деньжат побольше. Вот вы знаете, меня всегда такие истории забавляют. Все об этом знают. Даже Путин на своей пресс-конференции в четверг сказал, да, коррупция у нас чудовищная, но я не понимаю, как это победить. Так вот, все об этом знают, а сидит пока один Улюкаев, да и тот не из-за футбольного чемпионата. Может нам китайцев правительство нанять, а? Ладно, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху. Веселых и грустных историй еще целая куча. Заходите, любопытствуйте, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйтесь. Кстати, в Фейсбуке у нас группа появилась, присоединяйтесь. Вдруг и правда Ютуб забанят. Ну и темы предлагайте. Обязательно поднимем, обязательно обсудим. Все, за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Я еще спрашиваю, фамилия, имя, отчество? Ваша фамилия, молодой человек. Как фамилия, я еще раз спрашиваю. Данный гражданин управлял вот этим транспортом. Подойдите, пожалуйста, с той стороны к водителю пойдемте. Вы видите? Состояние видите? Все, как бы вот так вот человек. Ушла? Все, что случилось? Саша? Ладно, вот. Просто. Продолжение следует...